Прошлый год для муниципальной транспортной компании города Радужного стал непростым. Четыре автобуса попали в ДТП. Во всех случаях их водители не были виновниками, но транспорт получил серьезные повреждения. Два автобуса не подлежали восстановлению, их пришлось списать. Предприятию удалось сохранить количество рейсов, но возникла проблема с кадрами. Это не только у нас, это проблема всей области. Это водительский состав, кассиры билетные, автослесаря, то есть простые рабочие профессии. Молодежи нет, средний возраст по предприятию составляет от 55 лет. То есть водители у нас в основном все пенсионеры уже на пенсионном возрасте находятся. Кто-то уходит, кто-то опять приходит. Транспортная компания обслуживает два автобусных маршрута по территории города и Радужный Владимир. Всего в автопарке 12 машин. Большинство автобусов старше 10 лет, но предприятие старается обновлять подвижной состав. Три года назад компания закупила новый МАЗ белорусского производства. Он приспособлен и для перевозки маломобильных граждан. Здесь у нас есть пандус откидывающийся. Водитель, естественно, все это производит. Помогает пассажиру зайти в автобус. И площадка, которая предназначена для размещения пассажира на коляске. Местные жители давно просят увеличить количество рейсов до Владимира. Люди говорят, особенно тяжело зимой. На остановке приходилось стоять и по часу. В среднем, конечно, печально у нас немного. И транспорт у нас уже старый. И да, действительно, водителей не хватает. Работа непростая. Но иногда мы с малышом ездим сейчас на реабилитацию. Зимой ездили. Иногда было даже холодно. То есть не было печного отопления. Но это, видимо, может быть, действительно, уже на самом деле автобусы очень, так сказать, истек срок службы. Да, но автобусы нужны, конечно. Сами водители на работу не жалуются. Говорят, достойная зарплата и удобный график. Два через два. Шесть лет. Все устраивает. Все замечательно. Люди относятся хорошо. Рейсов вроде хватает пока. На предприятии готовы увеличить количество рейсов. Главное – привлечь новых сотрудников. Требуется как минимум пять водителей. Чтобы найти кадры, предприятие предлагает целый ряд льготных условий. На сегодняшний день у нас в городе созданы благоприятные условия для того, чтобы приходили люди на работу. Людям, которые идут в муниципальные предприятия, предоставляется служебное жилье. Это общежитие с возможностью получения в дальнейшем служебного жилья. Ну и, естественно, приватизация этого жилья через определенный промежуток времени. Средняя зарплата у водителей – 45 тысяч рублей. У кондукторов – больше 30. Из плюсов – удобный график. Муниципальное предприятие надеется, что в ближайшее время им удастся привлечь новых сотрудников. Тогда увеличение количества рейсов тоже перестанет быть проблемой. Ольга Эльфимова, Игорь Липский и Сергей Власов.